виталий приветствую тебя наша традиционная встреча обсуждаем рынке с точки зрения фундаментального фона технического анализа когда есть возможность говорить о сантименте говорим и о нем потому что как еще один инструмент понятия того что происходит они большинства и меньшинства эта неделя сразу поскольку торговая сессия вторника не то чтобы прям влечь на макоэкономические отчеты не такая как прошлой неделе потому что на прошлой неделе нас было куча статистики по сша протоколы отчет по инфляции роничные продажи на этой неделе макроэкономических отчетов по штатам практически нет но есть очень много статистики по канадскому доллару поэтому если опять же у тебя есть что-то интересное что можно сказать по канадскому доллару по паре доллар канадец будет тоже очень интересно послушать точку зрения я сегодня своего позволения тоже сделаю акцент на канадский доллар потому что считаю что даже в свете и в рамках текущей торговой сессии по канадскому доллару могут быть довольно интересные движения ну что давай тогда вкратце как как итог прошлой недели разворот по индексу доллара многие считают что все на уже не будет точнее она была на прошлой неделе там на отметке 100 . 50 и все теперь доллар будет только лишь набирать высоту дальше будет заседание американского регулятора в начале следующего месяца повышение процентной ставки на этом доллар улетит еще выше потом и рост инфляции подойдет и соответственно видел прогнозы снова и 110 115 120 пунктов по индексу доллар я конечно же пока не в лагере тех трейдеров которые вот так вот рассуждают в отношении доллара я считаю что опять же очень будет интересно послушать точку зрения потому что мы с тобой какой-то период времени в тандеме шли по ожиданиям того что с долларом может произойти дальше я ты знаешь вот моя точка зрения но не грамм не изменилась нашим с тобой прошлого эфира я считаю что доллар как был в рамках последних недель аутсайдером так он им остается и плюс ко всему даже когда вышли данные по ручным продажам в пятницу для меня это еще прям один весомый аргумент индикатор того чтобы фид резерв все таки тысячу раз подумал прежде чем выкатить еще одно решение по росту процентной ставки даже на 25 базисных понтов хотя я прекрасно понимаю что если мы сейчас будем оцениваться под очень инструмент там ясно очевидно указано что 85 процентов вероятность того что ставку поднимут на 25 базисных понтов я сегодня на своем брифинге на вчерашнем губинале рассказывал что я пока что числе вот оставшиеся 15 процентов которые считают что может быть американский регулятор предпочтет придерживаться на текущем этапе выжидательной позиции соответственно повышать ставку не будет я сторонник того что ну раз инфляция снижается зачем дополнительно создавать нагрузку на экономику она ведь объективно снижается начеты прошлой недели были уже после нашего с тобой эфира на статистика уже вечера по моему торговой сессии вторника после того как мы с тобой провели трансляцию данные по инфляции доказывают что индекс потребительских цен все же продолжает обновлять локальные минимумы это все следствие тех решений которые ранее под резерву были приняты с другой стороны куча отчетов а и сэм помню производственного сектора сферу слух рынок труда если бы была возможность посмотреть на график рост количества новых рабочих мест по нонфармам мы убедились что там марта худший показатель за очень долгий промежуток времени то есть американская экономика начинает буксовать по созданию новых рабочих мест и вот эта слабость рынка труда она позволяет предположить что он уже не будет вносить клад в разгон индекса потребительских цен поэтому я считаю что пока у нас нефть не повлияла на инфляцию пока мы не увидели все-таки возвращение индекса потребительских цен к траектории роста нужно говорить как есть инфляция снижается поэтому в отношении американского регулятора статус к о и просто ничего не делали сейчас возможно самая лучшая тактика и позиция давай к демонстрации крана перейдем мне как раз а как то как ты относится к тому что показатель базовой инфляции он немножко вырос если не ошибаюсь да на 0,1 процента да то есть это как бы прс в целом смотрит на на базовую инфляцию да то есть не на общую инфляцию скажем за вычетом вот этих всех моментов на базовую поэтому даже если они поднимут на ноль двадцать пять процентов ставку но она не повлияет я думаю там глобально на рынок потому что это уже заложено все ранее боялись еще до этой инфляции до этих всех кризисов все боялись там на ноль пять процентов да и и и дальше еще скажем а сейчас вероятность поднятия на 0 25 есть плюс почему еще вот по базовой инфляции она есть плюс вот уже выступают некоторые экономисты по поводу того что рецессии не будет то есть читал вот за последнюю там неделю что уже все в экономике хорошо поэтому это тоже может добавить скажем бонусов фрс который поднимет ставку ну я не думаю что глобально на пока технически картинка глобально не поменялась по тому же индексу доллару по евро доллару как бы пошла коррекция понимаю все боятся потому что пошел какой-то рост локальный но глобально пока не вижу какого-то разворота как бы вот так в общем развязка уже близка через две недели у нас не будет уже причин после самого заседания финн резерву гадать что там как послушаем сам регулятор посмотрим за фактическим решением но пока есть то что есть свою точку зрения я озвучил индекс доллара 101 62 на мой взгляд американская валюта уже начала корректироваться возвращаясь к своему все-таки более оправданным более низкому ценовому диапазону и я все же буду придерживаться своего прежнего целевого ориентира это ожидание снижения индекса доллара в район 100 пунктов ровно сегодня на что хотелось бы обратить внимание так по поводу европейской валюты если ориентироваться на фундаментальный фонд том числе текущего дня очень скоро выйдет отчет по бизнес оптимизм германии и эта статистика может повлиять на мнение рынка о том как далеко и цепей зайдет со своей процентной ставки в плане ее повышения потому что вот все что обсуждалось по европейской экономике в последней неделе продолжает обсуждаться это повысит ли цб ставку на 50 байсных пунктов и на 25 и что он будет делать в июне и в июле я опять же делаю отсылку на свои брифинги потому что каждый день по сути цитировал какого-то представителя европейского центрального банка голосующего члены цб и за последние две недели у нас мне кажется была возможность послушать буквально всех все они поддерживают идею того что ставку нужно повышать потому что все-таки экономика в довольно неплохом положении состоянии блумберг тоже проявили свой опрос они ожидают что ставкой цб будет повышена на 25 байсных пунктов в мае в июне и в июле то есть в совокупности на 75 байсных пунктов по этой причине мне кажется что евро будет интереснее чем доллар на текущем этапе пока у нас вот там есть вот это очевидное расхождение то есть если я цб уверен том что он может позволить себе дальнейшее ужесточение монетарной политики в отношении федеризерва мы вот ждем вот это заседание и хотим понять все же что решит фрс будет ли он делать отсылку на те проблемы которые сохраняются в экономике либо решить что все и так неплохо и экономика легко справиться с еще одним повышением процентной ставки я пока что предлагаю торговать контрастом вот этих монетарных политик евро 1 0 9 48 на прошлой неделе мы видели европейскую валюту выше уровня 1 10 в принципе цели ближайшие были достигнуты но я предлагаю воспользоваться вот этим текущим коллекционным откатом чтобы снова зайти в ланги и ждать уже движение пары евро доллар выше отметки 1 10 50 вряд ли это произойдет на этой неделе потому что как я уже отметил фундаментальный календарь не подкинет нам какой-то серьезный триггер для таких движений но уже совсем скоро заседание федеризерва и цб где все вот это плане трендов проявится прям как нельзя лучше и металли еще одну сделку которая хотел сегодня подсветить как раз пара доллар канаде с текущей котировки 1 30 и 73 я рекомендую смело шортить прям с текущих уровней с целями 1 33 как минимум ну потенциально может быть даже уйдем еще ниже причем сегодня мы ждем и отчет по инфляции в канаде и соответственно 12 30 по gmc выйдет после этого через три часа в 15 30 по gmc выступление руководителя банка канады тифа маклим очень интересно будет послушать в свете снижения инфляции какой позиции будет придерживаться канадский регулятор но если мы говорим опять же о силе экономики в данном случае канадской экономики то придраться в канаде сейчас не к чему последние отчеты в том числе и рынок труда действительно очень хорошие рынок нефти в целом я оптимист в отношении нефтянки считаю что вот этот риск дефицита предложение который может проявиться ближе концу этого года все же должен уже заставлять трейдеров мотивировать вот более подходящее слово закладываться под вот это грядущее серьезное расхождение между спросом и предложением и уже начинать набирать позицию который в конечном счете может привести к тому что бренд окажется в районе 100 и выше нефть разумеется это еще один фактор поддержки для канадского доллара что не противоречит идее укреплению канадцу и как я уже отметил в начале своего выступления я все еще медведь по доллару считаю что индекс доллара если там и развернется то после того как протестирует 100 пунктов это как минимум поэтому три вводные ожидания сильных отчетов возможно намека банка канады такой легкий потому что он держит руку на пульсе если инфляция где-то там найдет поводы для роста банка на далеко будет готов вернуться к траектории дальнейшего повышения ставки укрепление на рынке нефти рост нефтяного рынка и потенциальное снижение доллара поэтому цели обозначены еще раз это как бы основная даже торговая идея по канадцу потому что новостной фонд до конца недели будет представлен прежде всего отчетами по канадской экономике остальные инструменты я пока не лезу но может быть у тебя есть какие-нибудь рекомендации и точка зрения интересно будет послушать питали слово тебе ну в принципе по тем идеям которые ты высказался евро доллар канадский доллар я согласен с тобой то есть у меня аналогичное видение на рост евро против доллара и на укрепление канадского доллара против американского доллара да вопрос то что эти коррекции которые ты предлагаешь и принципе я аналогично буду предлагать они в моменте вот ну давайте перейду давайте начнем с евро доллара индекс доллара без разницы то есть там в один в один так давайте что мы на прошлой неделе говорили пройдемся чтобы отчет сделать по идеям и новые идеи евро доллар евро доллар вот очень вкусные цены были для покупок прошлый раз вот мы торговались получается на уровне примерно 109 практически да показали отсюда неплохой рост и рынок пошел на коррекцию да то есть принципе кто на прошлой неделе воспользовался советом на покупку мог неплохо заработать на текущий момент мы пошли в коррекцию так как рынок не может ходить без коррекции мы видим евро просто последние четыре коррекции он в один в один ходит вверх вниз вверх вниз вверх вниз вверх вниз да и текущую коррекцию возможно ли откупать я думаю да немножко агрессивно конечно пошли уперлись в локальное поджатие вот здесь видно четыре раза мы его удерживали поэтому покупать текущих возможно со стоп лоссом за если короткий стоп лосс за вчерашний минимум и второй момент на для покупки по евро доллару это такой более надежный это ждать как сегодня дневку закроемся закроем и после этого входить покупки или второй вариант сегодня дневку ждем как закроем отказ формируем локальный и после этого чтобы было более хорошее подтверждение да но рискнуть текущих возможно да обязательно ставить стоп лосса так как это рынок может быть любой сюрприз и мы можем скажем уйти на какую-то более глубокую коррекцию пересиживать это это все не нужно поэтому таримся евро долларом дальше что можно добавить нового по канадскому доллару просил комментарии здесь картинка аналогичная у нас пока присущий тренд по данному инструменту достаточно сильный да у нас произошла коррекция здесь аналогично можно рассматривать текущих шорт со стоп лоссом за вчерашний максимум это первый вариант второй вариант если мы покажем сегодня хорошее снижение желательно перебить вчерашний минимум локальные в районе 1 33 40 и потом с отката более надежно шортить вот такая картинка так как у нас пока локально агрессивно за последние два дня баки чуть-чуть откупили и могут и продолжить этот рост чтобы более надежно рассказываю два сценария рискованно можно брать текущих по дарому инструменту по новым идеям что можно пройтись ну еще старых идей золото я прошлый раз говорил что возможно работать на покупки мы в принципе показали и обновили максимумы которые были в начале месяца в районе там 2030 да показали где-то в районе 2050 практически почти там и были еще такие вопросы у нас комментариях куда держать золото там на 2000 там 50 выше ниже и так далее смотрите вот видите просто как рынок ходит это еще с прошлых рекомендаций вот здесь когда мы это покупали советовали ты и я покупать золото смотрите как рынок ходит вверх вниз вверх вниз да и вы не знаете когда какая-то коррекция будет глубокая пойдет ли потом разворот падение и пытаться выжать с рынка все движение забрать там покупки купить там какой-то точке и прямо на максимумах заработать побольше так бывает но очень редко и чтобы вы скажем не гонялись за максимальным профитом лучше по чуть-чуть зафиксировать и ты знаешь ты уже что-то заработал так как можно попасть допустим условно прошла прошлонедельная покупка который я говорил и дум и ты тоже говорил принципе за лонг по золоту вот можно было ждать там 200 до 2200 но рынок вернулся в изначальную точку да и скажем поэтому по золоту на текущий момент можно скажем рассмотреть аналогично лонг он уже такой тяжелый аналогично как и по евро здесь нужно подождать более сильные подтверждения но купить с текущих можно рискнуть за стоп лоссом со стоп лоссом за вчерашний минимум и надеяться что мы будем обдавлять максимумы 2048 не исключая какие-то более сложные коррекции так как мы уже на каких-то максимумах и и рынки понимают что там уже все покупают покупают и нужно им стоп лосс короткие сносить по серебру аналогично прошлый раз советовал здесь конкретно что покупать серебро мы показали неплохой рост с этой проторговочки на текущий момент аналогично как и по евро по золоту по канадскому доллару пошла коррекция и она такая чуть-чуть агрессивная здесь бы лучше подождать закрытия сегодняшней девки чтобы ее хорошо закрыли хотя бы поглотили вчерашнее падение вот тогда можно говорить о покупках вернуться в этот канал дальше по индексу S&P 500 так я прошлый раз говорил что покупать выше 400 у нас уровень поддержки там плюс-минус вот это да у нас образован локальный тренд за последние там полтора месяца точнее где-то плюс-минус месяц я пока за покупки цели я ранее называл 4 300 4 400 но вопрос будем ли мы идти я еще тогда оставил с текущих или будут какие-то скажем траблы на рынке и будет хорошая коррекция то есть потому что во первых мы уперлись в сильный уровень сопротивления никак его не можем пробить уже там несколько две недельки да бьемся покупать с текущих конечно немножко сложновато да прям на максимумах кто ранее не покупал пробовать можно но стоп лосс нужно ставить за прошлонедельные минимумы так как мы еще можем сюда скорректироваться или пробовать с короткими за вчерашний минимум плюс по другим индексом nasdaq аналогичная картинка здесь есть хорошее накопление выше уровня 13 тысяч я о нем говорил что лучше этого уровня приоритет покупки мы его еще конце прошлой недели пытались протестировать откупили снова показал анги здесь потенциал у нас по nasdaq хороший в район где-то примерно 13 750 вот этот уровень то есть потенциал хороший и возможно выше где-то в район 14 тысяч 14 500 аналогично покупаем секущих стоп лосс за прошлонедельные минимумы за уровень 13 потому что могут еще как-то его тестировать поэтому понимаем что мы покупаем на каких-то максимумах конечно неплохо отчитались на прошлой неделе джипи морган показал хороший отчет там акции неплохо пошли в рост хотя многие ожидали снижение пока идет такой позитив на рынке частично ну китайский индекс я прошлый раз говорил за покупки китай сейчас вырывается в мир все таки китай номер один покупочки пошли но пошли через вынос локальных минимумов то есть те стоп лосса которые я говорил мы их снесли можно было перезайти после ложного выноса пока я бы работал на рост китайского индекса плюс сегодня отчитался китай пвп нарисовали хорошие отчеты растет все потенциал здесь роста по китаю вот эти максимумы которые были в январе в районе там 7770 пунктов условно поэтому набираем потихоньку китай с хорошим ростом ну по другим активам принципе картинка аналогичная пока у меня все виталий спасибо тебе за рекомендации за то что пробежался по фондовым рынком всегда интересно остается ждать опять же напомню что самый важный катализатор новостной моментально это заседание американского регулятора две недели еще до него за эти две недели мы еще чтобы не раз встретимся обсудим что как там в плане настроения на рынках будет но пока тренды обозначены синхронно опять же смотрим на сохранение прежних тенденций поэтому надеюсь то что в итоге окажемся право спасибо тебе виталий что нашел время подключился обсудил рынки и до скорых встреч пока всем спасибо удачи удачи